друзья всем привет и добро пожаловать на канал на пару сегодня у нас весьма необычный выпуск когда мы приехали в сочи мы просили друзей привезли нас какое-то место покушать и они нас привезли сюда сначала мы удивились потому что мы люди больших городов и привыкли к огромным заведениям франшизным такие как макдональдсбургенки и подобных когда мы увидели это маленькое заведение в горах мы были мягко говоря удивлены но то что мы здесь попробовали удивилась еще больше сегодня у нас скажем так спецвыпуск это заведение находится в сочи и еще высоко в горах то вряд ли попадете но если вы вдруг здесь будете обязательно заходите вы точно не пожалеете сразу опережая ваши комментарии это не реклама это дружеский совет это пойдемте все вместе пробовать но еще большего колорита этого заведения добавляют то что владелец этого заведения сирии зовут вам салам тесно вас с ним познакомим когда мы приезжали на прошлый раз заведение в два раза меньше он расширился появились новые столики как говорит сам владелец локацию выбирал специально специально не хотел бы центре с большого города он считает такие маленькие аутентичные заведения намного лучше но как показывает практика это действительно так она просто громаднейшим спросом и в топе лучше заведения сочи это бургер на образовании шеф кстати есть с нами главный повар и создатель этого заведения муса привет и пришло время делать заказ можно пожалуйста бургер с яйцом картошечку самую вкусную шаверму и брускетты хочу предупредить всех сразу здесь не очень большое меню здесь буквально 5-6 наименований но поверьте все они безумно вкусные самое любимое меня это брускетты кстати здесь все готовят только из говядины очень вкусно и сочная и поэтому здесь есть перчатки они не черные но тоже удобные практичные вообще муса специализируется на мясе поэтому она безумно вкусная сочная будем пробовать очень вкусно теплый хлеб говядина соус песто помидорка и какой-то соус очень-очень вкусно оно разваливается но на вкус то никак не влияет безумно вкусно очень вкусно хватит есть что думаешь оценка я в этом году поставила 80 вкусно правда достойно расскажи пожалуйста свою историю потому что она у тебя очень красочная там есть даже надписи рассказ об этом но вкратце самое интересное самое интересное что вообще не было такая задумка чтобы приехать вообще в россии это было как-то но случайно приехал в десятом году мне забрали из сирии короче сюда по контракту чтобы поработать я приехал поработал где-то 7 месяцев мы не нашли общий язык не очень понравилось самому концепцию да и я вернулся в сирии соответственно обратно где раньше работал через несколько время короче у нас началось конфликт уже война меня интересует эта зеленая шаурма что-то очень необычное но вы знаете что мы максимум специализируемся на шаурме поэтому сейчас гуру шаурмы все расскажут давай пробовать это наверное единственное блюдо которое мы не пробовали здесь зеленая шаурма мне не терпится просто хочется попробовать очень необычно она много мягче она легкая я могу сказать что для девочек это лучше да то есть я бы побольше мяса взял но прям вкусно сочно и хрустящая корочка очень приятно обычно в шаурме она либо рассохшаяся а здесь она прям хрустит обычно шаурма нажата а здесь она воздушная очень вкусно послушайте это уже как будто это сами ролики я еще попробую у 10 сочнее там лучок тоже есть чуть-чуть но чтобы вы понимали мяса здесь достаточно практически половина самого ролла он состоит из мяса вкуснейшего мяса звучит как будто мы правда рекламу делаем и опять мне позвонили обратно сюда в этим ресторане где я раньше работал и я вернулся сюда работал где-то три года дальше начал стараться работать в такие более известные рестораны но просто здесь из-за того что курортный город немножко он город независимый от сезона до сезона и немножко было тяжело как бы в плане дохода не всегда стабильно я решил уехать уехал в норвегию до жил там где-то три месяца тоже мне там не понравился и я решил обратно вернуться сюда поработать чуть-чуть деньги собрать и открыть что-то свое где-то год работал вообще без отдых но чтобы собрать хорошую сумму и вложил в эти заведения раньше было 6 квадрата всего даже не 6 а 509 сделать акцент больше всего на качество и на необычная концепция 6 месяцев я понял что это всем нравится и вот потихоньку сейчас уже у меня помещение не маленькая да мало для моей гостей но всего свое время да и теперь мое самое любимое в этом заведении это бургер и немаловажно картошка мы слышали недавно забавный момент когда сидели кушали здесь рядом два мужчины сидели обсуждали что сюда можно приходить только ради картошки потому что она лучше что они пробовали я на правда она очень соленая вы знаете я такое люблю хрустящее теплое тут даже соус не нужен потому что и так все отлично а бургер необычный во первых здесь необычная булочка она не похожа на простые которые во всех бургерных это скорее похоже на чиабатту а внутри яйцо что добавляет своего вкуса и огромный стейк это именно знаете прям вот стейк классно выглядит очень сочно поэтому нужны перчатки здесь прям все течет но это очень круто знаете какой бы хотел сделать вывод большие франшизы часто гонятся именно за доходом не стараясь над качеством они просто делают в огромных количествах много простого и не всегда самого вкусного здесь же маленькое меню очень вкусное блюдо каждый из блюд продумано у него есть своя концепция с душой есть своя изюминка и мне это нравится правда если здесь будете заходите это круто и знаешь мне такое понравилось снимать больше чем допустим выпуск про какой-то макдональдс это что-то необычное выездное и интересное надеюсь вам это тоже понравилось вообще очень круто что есть такие места не заезженные потому что потому что новое необычное они в стандартешной чизбургер гамках которые есть везде и немножко отличается что-то поэтому правда достойно и также сейчас сочи проходит конкурс на лучшего повара и мусса лидирует и друзья если вам несложно пройдите пожалуйста по ссылочке в описании уделите пару минут проголосуйте мы будем безумно благодарны тебе спасибо спасибо вам большое ну что друзья вот такой у нас получился выпуск надеюсь вам понравилось и хотите больше таких необычных уникальных скажем так не попсовых мест не забывайте ставить лайки подписывайтесь ну и конечно же оставайтесь с нами на пару веселей а я уезжаю вдаль я боюсь спасибо вам а рон-дон-дон